По-моему, для Рыбакова Инстаграм важнее, чем конференция. Тот человек, который ни разу не занимался сексом, может научить тебя заниматься сексом. Корпоративная культура – это то, что говорят у компаний в Курилках, когда нет руководителя. Билл Гейм, Рыбаков и так далее. Какая компания хорошая. Он говорит, знаешь, пьерафукер. И когда ты собираешься за большим столом с детьми, то ты должен быть интереснее Инстаграма. Он начинает, вот, пока ты все не заполонит, не остановит. Тут благодарность звучит как приговор. Приглашайте я в Big Money. Спасибо, но вопрос следующий. Это даже больше, чем финансовые богатства. Спасибо, что приехали. Welcome to Minsk. Добро пожаловать. Собственно, с чего хочу начать. Важно, чтобы у бизнеса всегда была какая-то интересная история. Собственно, и у людей. И важно, чтобы у бизнеса было понимание того, ради чего он делается на уровне своих сотрудников. И когда это есть, тогда получается, что люди верят в то, что они делают, и делают это гораздо эффективнее и интереснее. Так вот. Хочу участвовать с такого провокационного вопроса. То есть, вот, к Игорю. Вот, Игорь, мы много общались. Извини, неправильно стоять. Да, не переживай. Это самое. Вот. И у меня к тебе вопрос. Я просто волнуюсь. По-моему, для Рыбакова Инстаграм важнее, чем конференция. Да, да, да. У тебя есть операторы, у меня-то нет. Давайте сосредоточимся на людях. И вот послушай, Игорь, у меня к тебе вопрос. Вот ты вот говоришь, я вот здесь, ради того, чтобы помочь вам, предпринимателям. Да, вот все это как бы и так далее. А потом Инстаграм. А потом говоришь вот полчаса про себя, да, непосредственно. Вот ты все-таки объясни, ты ради себя это делаешь или ради нас? Конец конференции. Нет. Смотри, конечно же, чем более богатые люди в стране, чем более платежеспособные люди, чем более обеспеченные, тем больше у них домов, складов, заводов, активов, не знаю, да, тем больше они купят кровельных материалов. Ты ответил на мой вопрос. И теплоизоляционных, и шинглоса, и всего-всего, что производит Технониколь, и Технониколь станет еще богаче. Но, опять же, смотрите, получается очень интересная штука, что каждый, становясь богаче, мы все становимся богаче, и запускается какой-то феноменальный механизм богатства. Единственное, хочу отметить, что я под богатством всегда имею не только физическое, денежное богатство, я еще говорю, что душа, люди, отношения, это даже больше, чем финансовое богатство и так далее. Хорошо, вот ты занимаешься деятельностью помочь предпринимателям, да? В чем ты меряешь успех? Я ненавижу помогать предпринимателям, потому что здесь сидящих, мне кажется, нет ни одного человека, которому вообще нужна помощь. И вообще это такое обидное слово, помощь, такая, знаете, она как бы настраивает человека, что вот, слушай, вот у меня вот есть, а у тебя нет, давай я тебе помогу. Я уверен, я знаю, я сам такой, предпринимателям помощь не нужна. Поэтому что я делаю? Я предоставляю доступ к смыслам и практикам моим, которые сделали меня успешными. Ты делаешь это для себя и для них. Вот ты прям подводку сделал гениальную, смотри. Действительно, я удовлетворяю свои желания для других. И опять о себе, опять о себе. Какой удивительный, классный и эффективный эгоцентризм. Да, все понятно. Нормально? Как это называется? Теория разумного эгоизма, знаешь, что такое? Теория разумной достаточности. Достаточности. У меня есть вопрос. То, что предприниматели становятся, диджитализируются стремительно. То, что все ушли в соцсети. То, что они бесконечно кормят свой сториз. То, что сейчас все миллиардеры поехали по вот таким замечательным конференциям. По твоему мнению, это правильно? Более бестолкового мероприятия, чем листать Инстаграм, сложно придумать. Заметно, кстати. Те люди, кто сейчас в потоке, кто занят, им не до Инстаграма, не до посещения школ, реально, им очень мало времени, они заняты, они в потоке. Реально здесь на конференциях обычно собираются люди, которые находятся в так называемой, то, что было, закончилось, новое не пришло, в поиски. Я называю это поисковый режим. Найдя следующее, предприниматель, как Лемминг. Кто знает, что такое Лемминг? Он начинает, вот, пока все не заполонит, не остановится. Какие конференции? Какой Инстаграм? Какой Фейсбук? То есть у него просто физиологически нет времени, он настолько в потоке. И ему это так нравится, что никакого Инстаграма. Это мое наблюдение, что те, кто сидят в Инстаграме, много там и работают, это инфобизнесмены есть такие. Почему ты на меня показываешь? Я не на тебя показываю, я говорю, что вот ты о них вспомнил, вот это те. Инфобизнесмены, те, у кого есть основной инструмент, палка-копалка, это вот мешалка, палка-мешалка. То есть их задача затянуть как можно больше людей в поиске, которые находятся. И объяснить им следующее, что тот человек, который ни разу не занимался сексом, может научить тебя заниматься сексом. Почему ты опять на меня смотришь? Я не понимаю. А вот нет ли вот ощущения, когда вот столько подписчиков в Ютубе, и ты им что-то рассказываешь, и там же много детей. И многие вещи абсолютно несовместимы, как это сказать, с молодежью. Вот нет ощущения того, что дети становятся слишком быстро взрослыми. А какие, например, вещи в моем канале тебя не устраивает? Мне не нравится реклама алкоголя, например. Я напоминаю, там нет рекламы алкоголя. За все время, за 58 передач было снято, ни разу моя торговая марка не была упомянута. Это моя позиция. А значит, название канала есть, понятно, кто это делает. И это уже реклама алкоголя. То есть ты реклама алкоголя. Ходящая. Ты и водка. Тогда зафиксируем, что это лучшая реклама алкоголя, которая может быть. Вопросов нет. Потому что я занимаюсь спортом, бегаю в марафоны, призываю всех здоровых образов жизни. Кроме того, я за ответственное употребление. И кроме того, что для меня важно, я об этом говорил много, я за полный запрет рекламы алкоголя в мире. Потому что телевизор смотрят дети. Почему ты не сделаешь, что Евгений Черняк это не водка, а Евгений Черняк это инициационный фонд. Или Евгений Черняк это управляющая компания. И тогда было бы гораздо более понятно. А так получается, Евгений Черняк не вам водка. Представляешь себе канал под названием Евгений Черняк не водка. Ну, как минимум, это хейт и это большое количество дизлайков. Раз мы уже все диджитализировались, насколько это возможно, то давайте играть по правилам Ютуба. Когда я заглядывал раньше в Ютуб, то, что смотрят мои дети, это была реально территория придурков. Это была некая масштабная площадка, которая была отстроена таким образом, что там шел полный трэш. Когда я посмотрел на эту историю, я понял, что о бизнесе нет ни одной передачи. Смотрите, в этом зале полно героев. Но как эти герои себя ощущают в обычной жизни? К сожалению, никто не выходит. То есть в бизнесе нет чистых побед. Тебе никто не аплодирует, как в финале какого-то блокбастера, где ты победил всех врагов. Такого, к сожалению, в реальной жизни не бывает. Но каждый день эти люди делают свои страны богаче. Они дают рабочие места, и мы тут тоже на этой сцене. Они дают зарплаты. Все хорошее в этом мире было придумано людьми, которые хотели на этом заработать. Пора к этому привыкнуть. Все изобретения придумали люди, которые хотели стать богаче. И они таким образом решали вопрос для своих пользователей и двигали мир вперед. Поэтому, когда я посмотрел на эту ситуацию, я понял, что в Ютубе просто обязана быть передача без хайпа, в которой будут обсуждать только бизнесовые вопросы. В этом зале сидят люди, которые через 2-3 года будут на этом месте. И это круто. Вот в этом наша с Игорем миссия. Мы говорим здесь больше о смысле. О том, что всегда люди, когда глубоко понимают, зачем они что-то делают, они это делают с гораздо лучшей эффективностью. Так вот у меня вопрос к вам обоим. Бывает так, что вот уборщик убирает космодром и думает, что он помогает запускать человека в космос. И это хороший пример того, каким образом какой-то менеджер с ним провел правильную работу. В общем, один раз и навсегда. Интересно ваше мнение в отношении каких-то идей, которых вы придумывали и видели, какие-то способы, каким образом могут люди научиться думать для того, чтобы правильно придумать эти истории. Для того, чтобы глубже понимать, для чего мы что-то делаем. Производительность труда в компании Технониколь находится на самом высоком отраслевом уровне в мире. Полезность компании Технониколь для России, Украины, Белоруссии, Казахстана заключает, самое сильное полезное в том, что это бенчмарк, это ориентир, что из наших людей, из наших технологий, из нашей комбинации, где мы живем, собираются компании мирового класса вне всякого вот этого. Ну, вы знаете, мы не в той стране родились. Вот пример, и это артефакт. Если наше общество, сообщество, мы как люди, не способны браться на невозможные задачи и решать их, то скоро нас не будет. Колония. Я себя постоянно пугаю тем, что мы как общество должны браться за очень сложные, нерешаемые задачи, невероятные. Просто потому, что мы общество. Мы хотим быть на достойном уровне. Мы хотим, чтобы у нас было самое-самое все. И спасибо тебе за этот вопрос. Он позволил мне рассказать об этом, что у нас, ребята, с вами это есть. Женя. Сейчас, секунду, тут должны были быть аплодисменты. Да, круто. Я считаю, что корпоративная культура – это то, что говорят у компаний в курилках, когда нет руководителя. Да. А не то, что мы называем корпоративной культурой. Потому что, как бы мы ни хотели, плохо это или хорошо, я не оцениваю, любая наша компания, вот в нашей части мира, любая компания – это уродливая копия ее владельцев. Это так есть. Потому что человек не закрыт в неком пространстве компании. Он контактирует с внешним миром. Он обменивается культурными какими-то ценностями. Он смотрит какие-то фильмы. Он находится в неком социальном обществе и обладает неким социальным капиталом. Что делаю я в своей компании? Я считаю, что целеполагание – это самый важный инструмент корпоративной культуры. То есть, если человек на любом уровне точно понимает, зачем ему лично это решение, если он принимает его как свое, то его эффективность увеличивается в разы. Я думаю, что для каждого человека, сидящего в этом зале, очень важно разговаривать со своими людьми. Нужно давать понимание, нужно отвечать на вопросы, нужно всегда встречаться, нужно быть открытым, нужно, чтобы твой телефон знали все в компании, чтобы тебе могли задать любые вопросы, чтобы ты был в чате, чтобы ты давал интервью для своей корпоративной газеты, чтобы ты доносил понятную и ясную позицию того, куда идет компания. Я считаю, что тогда любая уборщица на Байконуре будет точно понимать, что она без космоса жить не сможет. Супер. Подожди, ты же хотел, чтобы я сказал правду. Я говорю правду. Так это неправда. То есть сейчас идет борьба за вот этот первый экран смартфона. Женя говорит, все хорошо, хорошо. Ну, конечно, открыл два производства, под регулятором ходят. То есть, другими словами, инвестиция в своего ребенка – это самая выгодная инвестиция. Отвлекись от Инстаграма, пожалуйста. Послушай людей. Лет пять назад Сергей Галицкий в интервью Тинькову ответил, что бизнес не должен заниматься благотворительностью, он должен делать деньги и платить налоги. Недавно в интервью Осетинской он сказал, что если государство мне позволит, то я готов как бы заниматься благотворительностью. Какое мнение у вас на этот счет? Ну, я немножко уже понял. Какое правильное и насколько правильно забирать эту функцию у тех людей, которые должны ей заниматься? Есть ответ. Во-первых, Галицкий, когда говорил в прошлый раз о благотворительности, он был акционером предприятия. А потом он его продал за несколько миллиардов долларов. И второе интервью давал уже в качестве хозяина футбольного клуба. Когда у бизнесмена становится больше времени, ему больше хочется заниматься благотворительностью. Я делаю следующим образом. Я нашел несколько уполномоченных благотворительных фондов, которым я доверяю. Деятельность которых максимально прозрачна и отчетность которых максимально видна. То есть это такой благотворительный блокчейн, что ли. То есть там невозможно, чтобы хотя бы один доллар ушел куда-то не по назначению. И трачу свои деньги таким образом. Чувствую освободившееся время и максимальную реализованность от этих проектов. Да, кстати, я хотел сказать, что я в корне не согласен. У меня другое мнение. Первое. Те, кто занимаются филантропией, благотворительностью и так далее, по принципу дать кому-то денег, нанять того, кто блокчейн, они не занимаются ничем. Они скорее включают свою сопричастность. И, как правило, это кончается очень плохо, кончается большим разочарованием. Потому что те, которые люди занимаются благотворительностью, как правило, такие называются менеджеры, распределители. Они никогда не занимались, внимание, бизнесом, делом и так далее. Я, как большой практик этого, утверждаю следующее. Все люди, кто занимались бизнесом, как Цукерберг. Продолжать дальше. Билл Гейтс, Рыбаков и так далее. Все эти люди. Какая компания хорошая. Я, Цукерберг и Билл Гейтс. Все эти люди, подчеркиваю, занимаются филантропией. Лично. Вопрос ко всем трём лидерам бизнеса на постсоветском пространстве. Очевидно, что взаимодействие госсектора и бизнеса приведет к эффекту синергии. И очень важно сейчас для Беларуси сформировать высокую степень доверия, главный принцип успешного ведения бизнеса между предпринимателями, госуправлением, но и мы забываем ещё одну структуру – общественность. У нас получается, но не быстро. И вот главный вопрос. Как быстро сформировать вот это доверие с целью совместных действий и реализации успешных проектов для взаимной выгоды и бизнеса, и бюджета, ну и общественности соответственно. Спасибо. Так, я могу говорить о своей части рынка, потому что давать общие советы не совсем правильно. То, что касается моей части рынка. Всё, что происходит в этой стране в моём рынке, меня устраивает. Тут понятны правила игры, понятно, куда инвестировать, понятно, что будет дальше. Прогнозно я могу строить планы приблизительно на три года. В прошлый раз на предыдущей конференции я сказал о том, что я планирую запускать тут производство. Это уже произошло, причём на двух площадках – и в Минске, и в Гомеле. То, что я вижу со стороны разрешительных регулирующих органов, меня устраивает. То есть у меня по факту, сейчас может появиться позже претензии, но по факту на сейчас правила игры для меня абсолютно понятны. С контрафактом борются, что как производить, регламенты работают, заводы отлично оснащены, технологи классные. Всё, что касается моей части рынка, мне понятно. Более того, то, что я вижу сейчас, и то, что касается регуляторной политики в моей части рынка, местные органы власти настойчиво рекомендуют экспортировать 20%. Вот это меня вот просто очень радует. То есть другими словами, если ты хочешь получить рынок для реализации своей продукции в Беларуси, ты, пожалуйста, подтверди свою благонадёжность 20% экспортом. Это в моём рынке. Как только я услышал эту вводную, я тут же её реализовал. И по состоянию на сейчас я имею производство тут и 20% отсюда экспортирую. Это классное решение. То, что касается моего рынка, пока замечаний нет. Теперь второй вопрос. То, что касается образования. Я вчера слышал у вас с руководителем вашего государства, была встреча, касающаяся образования. Да, да, да. И я там прочитал, что фраза, по-моему, такая была, если вы хотите разрушить страну, то сделайте покупку экзаменов возможными. Это было давно. Да, это твоя фраза, и она была давно. Так вот, вчера руководитель государства заявил о том, что мы вводим усиленное изучение английского языка, мы модернизируем систему образования, потому что, если мы хотим, чтобы Беларусь была эффективной и модернизированной, нам нужны кадры. Ну, конечно, в этом плане я завидую Беларуси. Ну, конечно, это круто, когда первое лицо государства занимается обучением будущих кадров. Это круто. Я вижу, как и куда движется страна. У вас всё хорошо. Точка, конец ответа. Да, я отвечу на вопрос, на самом деле, скажем так, скажу две вещи по этому поводу. Я отвечу и на твой, и на оба вопросы сразу. Чтобы было больше доверия, и чтобы, собственно говоря, сделать так, чтобы дальше развивалась экономика, нужно больше общаться с власти и бизнесу. Никакого другого способа нет. Идея в том, что если не будет бизнес разговаривать с властью, если он будет молчать, ничего не будет. Вот, я скажу вам интересную вещь, да? Как-то мне один большой руководитель, я не буду говорить, кто? А что ты сказал такую мысль? Если бы ты был в Бигбане, ты бы назвал фамилию. Я просто держусь из последней силы. А что это самое? И сказал мне такую мысль. Я с ним разговариваю и говорю. Вот мы бы хотели поменять это. Поменять это, поменять это, поменять это. И он говорит, в стране. Он говорит, окей, и всё? Я говорю, ну да, и всё. Он говорит, а ещё что? Я говорю, ну вот было бы классно, если бы в стране было бы вот это вот ещё. Он говорит, и всё? Я говорю, ну да, и всё. Он говорит, и больше ты ничего не хочешь? Я говорю, нет. Он говорит, а себе ты что хочешь, скажи? Ты это понял, это для всех. А тебе что нужно? Может быть, там какие-то эти самые, да, то есть я говорю, вы знаете, ничего не надо. Он говорит, знаешь, первый раз такую херню вижу. Он говорит, никогда такого не было. Когда индустрия начинает говорить, когда она начинает озвучивать свои какие-то проблемы, только тогда возможны какие-то изменения. Если вы молчите, ничего не поменяется, понимаете, ничего. Можно добавить? Да. Вы знаете, я вот слушаю вас, да, и мне кажется, вы вообще не занимались этими вопросами и даже не поняли, о чем вас спросил этот человек. Да, вот, Женя говорит, все хорошо, хорошо. Ну, конечно, открыл два производства, под регулятором ходит, ну что ты еще скажешь? Я бы удивился, что ты здесь… Как секунду, это мой ответ на вопрос. Я инвестирую в рынок. Я отвечаю, подожди. Я имею право на решение? Я говорю о тебе, я бы на твоем месте тоже осторожненько, не зенька, не зенька. Нет, не пряжешься, проинвестировал. Да не вопрос, я же говорю, я же такой же, как ты, что ты, я тебя понимаю. Я же хвалю. Ты просто не… Тут благодарность звучит, как приговор, понимаешь? Смотри, я сейчас поясню свою мысль. Смотри, общаться, вот надо часто общаться или чаще общаться и так далее. Ребят, вы с китайцем пробовали общаться? На белорусском. А при чем тут это? Ты почему говоришь? Я говорю о том, что вы говорите о том, что власти и общество никогда не общаются друг с другом. Бизнес не понимает власть, власть не понимает общество. И нужны такие инструменты под названием толмачество, толмачи. Устройство перевода. С китайского на английский, с английского на русский и так далее. Так вот этими устройствами являются общественные организации, которые учреждены в Швеции, в Америке, в Германии и так далее, действующими предпринимателями, которые создали филантропические компании. Эти компании являются хабами, которые учат договариваться. Первое – понимать друг друга, потом договариваться. В Белоруссии ни одной такой организации нет. Ты не занимаешься, что ты говоришь. Вообще. Подожди, подожди. Нет, ты хотел, Перчик, я тебе еще раз говорю. Я понимаю, что в Белоруссии это не так. Мое мнение о том, что даст существенный скачок, рывок или подвижение дальше. То, что надо добавить, чтобы сдвинуть себя в лучшее будущее. А ты сразу говоришь, у нас что, плохо, что ты критикуешь. Подожди, ты же хотел, чтобы я сказал правду, я говорю правду. Так это неправда. В Белоруссии есть организации, которые этим занимаются. В Белоруссии есть люди, которые этим занимаются. Ты хотел меня послушать или ты хотел меня опровергнуть? Я тебе просто говорю, ты говоришь неправду, вот и все. Вот видишь, в чем разница. Поэтому я всего лишь говорю свое мнение, а ты говоришь неправду. Так ты не знаешь, ты не живешь здесь. И не работаешь уже. И не работаешь. Но еще, может быть, уедешь отсюда. Но может быть, да. Парень задал вопрос, как добавить. А вы начинаете, надо чаще общаться. Да он ходил уже на эти конференции. На прошлые тоже был. И на прошлые вы ему тоже говорили, надо чаще общаться. Ты плохо услышал, он и есть власть. Он власть, Игорь. Отвлекись от Инстаграма, пожалуйста. Послушай людей. Во всех странах, в Украине. Ты снимал себя, когда вопрос задавали. В Украине. Послушай, что люди говорят. Прекрати с этими подписчиками, наконец-то. Я начинаю волноваться за тебя. Мы тебя теряем в диджитальных дебрях Инстаграма. Друзья мои, в Украине экономика, в России экономика, в Белоруссии экономика. В 10 или 30 раз ниже, чем могла бы быть. Причина этому наша с вами эффективность, результативность и наша с вами коммуникационная конструкция. Нету других никаких причин. Основной элемент экономики Белоруссии, Украины, России, Германии и так далее, это коммуникационное построение предпринимателей, которые разговаривают с регулятором, с представителями общества и так далее. Поэтому, если уж хотите так, я себе лично ставлю вызов, чтобы экономика России, например, была, экономика Украины, экономика Белоруссии в 10 раз больше за следующие 15 лет. На сцене собрались многодетные отцы, я в том числе многодетный отец. И меня интересует вопрос, дети это наше будущее. Мне хочу вас спросить, как вы инвестируете в своих детей, я не имею в виду только материальные средства. И чем отличаете инвестиции в сыновей и в дочерей, по вашему мнению? Отвечу. Мой сын, он сейчас тут присутствует, прилетел ко мне. Я за ним наблюдаю, он 90% времени, пока я на сцене, находится в своем телефоне. Я его вот там вижу. Значит, мы живем в век стремительной диджитализации. И когда ты собираешься за большим столом с детьми, то ты должен быть интереснее Инстаграма. Потому что соцсети это такая штука, которая мгновенно приближает людей, которые находятся за 10 тысяч километров, и невероятно отдаляет тех, кто сидит с тобой за одним столом. Эту задачу нам всем, как родителям, предстоит решать. Что я делаю для этого? Я в любом возрасте говорю со своими детьми, как со взрослыми мужчинами. В любом возрасте. Это включает в ребенке, в мужчине, а у меня есть опыт воспитания мужчин пока, невероятные механизмы, которые позволяют ему подтягиваться до твоего социального уровня. И коммерческого, и личностного. Что важно. Это так работает. В моем случае, во всяком случае, это сработало. Это первое. Второе. Мои дети работают с 13 лет. В 13 лет мои дети, мой старший сын пошел работать на стройку. В 13 лет мой ребенок понимал, как работают бизнес-процессы. Это отнимает много времени. Это страшная энергозатратная ситуация. Потому что твой ребенок не видит тебя, когда ты пробежал кросс и читаешь книгу Дейла Карнеги. Нет. Он тебя видит, когда ты выпил вечером. Когда тебе не очень хочется просыпаться. Когда тебе хочется поваляться на диване. И посмотреть какую-нибудь тупую комедию. Они всегда рядом. А вот если у тебя все супер, ты на сцене, и на тебя смотрит большое количество людей, это круто. И, к сожалению, нет рядом. А ведь самое главное в нашем отношении с детьми, это когда твой сын говорит тебе, папа, ты крутой. Все. Это самое крутое, что может быть. Я прочитал у Виктора сыну 9 лет. И когда он едет в машине, он уже не находится в социальных сетях, а общается с двумя, с тремя нанятыми им работниками, которые продвигают его игру. Мне кажется, это вообще самый крутой пример того, какие нужно выстраивать взаимоотношения с детьми. То есть, другими словами, инвестиция в своего ребенка – это самая выгодная инвестиция. Инвестируйте в своих детей, но не откупайтесь от них. Не пытайтесь деньгами купить себе индульгенцию. Инвестируйте в них время и энергию. Потому что, когда они станут старше, вы вдруг неожиданно обнаружите, что успехи детей радуют вас больше, чем ваши собственные. И самый крутой момент в жизни, когда твой ребенок успешнее тебя. Вот тогда это круто. Инвестировать в детей, я много слышал этих слов. Я не видел родителей, у которых практически удавалось выполнить эту задачу. Вот не видел, правду говорю. У меня самого тоже не получилось. И именно в момент этого провала, когда я его зафиксировал и сказал, все-таки это провал. Назови, что это провал. Я говорю, хорошо, провал. Как можно конвертировать провал в что-то полезное. До 12 лет мы очень вкладывались в детей, вкладывали, складывали, складывали. И они были такими. Но потом они вышли в колледжи, пошли в школу и так далее. И через два года общество перезаложило в них все примерно по усредненной модели общества. В 14-ти годах наши дети были нормально усреднены обществом по тому уровню, который есть. Именно к этому периоду мы с Катей открыли Рыбаков фонд, ибо решили следующее. Ибо это наш был ответ на вопрос. Хорошо, если мы не можем воспитать наших детей такими, как мы есть дома, мы их воспитаем, а общество их перезаложит. Значит, мы пойдем и будем изменять общественные настройки в обществе, чтобы все дети, попадая в эти другие общественные настройки, становились немножко другими. Когда я набрался смелости и пошел в Инстаграм или в Ютуб, я встретился со своими сыновьями внутри Инстаграма. Теперь, когда я делаю сторис и так далее, я прихожу домой, сын мне говорит, пап, я вот это знаю, ты вот это расскажи. То есть это способ коммуникации с детьми? Ты новый, я вдруг обнаружил, что мы стали теперь гораздо ближе, чем вчера, когда я вытаскивал его из соцсетей, ну как в оффлайн, а он был уже невытаскиваемым, он уже там поселился. Теперь я там тоже поселился. Заметно по тебе, да. Вот, я осваиваю эту территорию, ну ты тоже осваиваешь, смотри, и в дальнем случае я стал гораздо ближе к своим детям. Здравствуйте. Меня зовут Даник Никита, и я хочу задать свой вопрос Евгению Черняку. После прошлого форума, когда вы мне подарили часы, я долго думал… Что на этот раз? Да, я думал и решил создать свой бизнес-канал с названием Big Small Money. Чувак, у тебя все получится. Еще больше. Я в тебя верю. У тебя все получится. Во-первых, во-вторых, прямо сейчас потерял твой контакт, приглашаю тебя в Big Money. Спасибо. Но вопрос следующий. Но это еще не все. Настоящий предприниматель. Хороший учитель просто. Задавай вопрос, пожалуйста. У меня к вам вопрос такой. Какие советы вы мне можете дать на будущее, чтобы я правильно, а, запустил канал, и б, сделал так, чтобы канал был живым? Будь честным. Это такая затасканная фраза, но ты со своими подписчиками должен быть максимально открытым. Тебя либо примут, либо нет. Ты не можешь играть роль. Ты должен быть таким, какой ты есть. Не трать энергию на обдумывание ответов и вопросов. Вот то, что есть внутри тебя, если есть наполненность, аудитория это обязательно оценит и подтянется к тебе. Когда ты придешь в Big Money, мы разберем с тобой этот пример и этот кейс, подпиарим на канале Big Money, там уже около 300 тысяч подписчиков, твой канал, от этого получишь приблизительно для старта гарантирую 30 тысяч подписчиков. Это будет классный старт, а все, что касается капитализации, я тебе на правах ментора помогу. Давайте вам верим. Спасибо. Для меня вопрос к Игорю. Он говорил, что предприниматели бывают правильные или неправильные. Вопрос, собственно, чем они отличаются. И также хотелось бы сначала узнать мнение Евгения тоже по этому вопросу. Я не могу говорить перед Игорем, только после него. Я передам тебе сейчас быстро слово. Правильные предприниматели – это те, кто уже попробовал в себя вталкивать неправильные семена и отказался от этой неправильной стратегии. И теперь ищет правильные саженцы и семена, которые у меня есть. Приходите, я вам покажу, где. Передаю. Я считаю, что бизнес без прибыли аморален. Я считаю, что предприниматель без прибыли не может существовать. Поэтому правильный предприниматель, который дает определенную добавочную стоимость. Чем больше добавочная стоимость, чем больше он приносит пользы компании, тем более высокая его правильность. Создавайте такую внутри систему KPI, метрик, вознаграждения и бонусирования, чтобы выращенный вами человек никогда никуда не ушел. И вообще мое мнение, что сейчас компетенция каждого современного руководителя – растить и не отпускать таких людей. Находите таких людей, которым не все равно. Мы все не айфоны изобретаем. Нам нужны на самом деле простые, понятные, честные люди, которым не все равно. И второе. Вы будете находиться с ним, извините, больше, чем с женой. По времени. Потому что вы с ним будете в командировках, вы с ним будете бесконечно встречаться в офисе. Находите людей, которые по ценностям с вами совпадают. Другими словами, это если упростить до одной фразы, то вам должно хотеться выпить с ним в баре после работы. И вопрос все-таки бизнес будущего. Тут все время мелькает такая заставка. Какой же он будет, бизнес будущего, и чем он будет отличаться от бизнеса сегодняшнего, если можно, от каждого спикера пару слов. Предприниматели – это люди, которые полны оптимизма. Те, кто без оптимизма, они все трупы. И что получается? Мы очень сильно переоцениваем то, что будет завтра. Получается так, что происходит оцифровка все большего количества индустрии. И важно в моем понимании понимать, что из-за этого получится так, что скорость изменений будет гораздо больше, чем она есть сейчас. Поэтому какой будет бизнес будущего, я вам скажу, что я думаю, что это меньше будет про структуры, больше будет, как это, знаете, про воду, про какую-то такую вот систему, в которой все очень быстро между собой перерывается, очень быстро все меняется. Очевидно, что очень многие бизнесы будут уничтожены. Я думаю, что из тех, кто здесь находится, половина компаний, которые сейчас есть, они, скорее всего, станут нерелевантными. И вопрос того, насколько быстро вы умеете адаптироваться, насколько быстро вы умеете учиться. YouTube и вот все эти вот вещи связаны с контентом, прикольные всякие видеоролики, различные вставки, всякие там смены контекста и прочие вещи. Вот это вот то, что я думаю, через 10 лет успешные компании будут генерировать постоянно. Необходимо очень существенно и быстро изменить систему образования, чтобы наше общество могло быть релевантным и в будущем. Вы знаете, я верю в то, что образование и то, как быстро вы можете распространять внутри информацию, в том числе используя последние все эти технологии, это то, что во многом будет определять и быть основным преимуществом в многих областях. Спасибо. Если вас не существует на экране айфона вашей компании, вас завтра не будет существовать вообще. То есть сейчас идет борьба за вот этот первый экран смартфона любого. Другими словами, диджитализируйте бизнесы, максимально роботизируйте производство, учитесь максимально сами, применяйте технологию блокчейна. Все это будущее, которое уже наступило, просто оно пока неравномерно распределено. Где-то его больше, где-то его меньше. Но мы уже совершенно точно понимаем, какими мы будем завтра. Значит, нам нужно подстроить компании под вызовы и требования потребителей завтрашнего дня. И я всегда, когда прихожу в такие залы, я понимаю, что будущее у нас есть. Оно собралось тут на основе некой интеллектуальной платформы, как сделать этот мир лучше. Занимайтесь бизнесом, любите своих детей, с максимальной скоростью двигайтесь вперед. Это интересно и круто. Большое всем спасибо. Быстрая рыба ест крупную рыбу, сильную рыбу, разную рыбу, быстрая рыба. Поэтому скорость – это раз. Выбирайте себя, обновляющуюся, очень быстро. Выбирайте способы добавления очень быстро. То есть скорость будет нарастать. И второе. Наши дети. Наши дети, кого мы произведем, мы воспитаем, мы как общество. Не мы, как родители, а мы, как общество. Наша, как граждан, как членов общества, роль в этом смысле производить такое поколение, которое будет справляться с этими вызовами, с этой быстротой. Друзья мои, нам нужно очень много совместных усилий, чтобы каждый предприниматель первое, приходил, осваивал цифровую поляну Ютуба, чтобы там, извините, дегенератов было меньше, как ты сказал. Я полностью с тобой согласен. Чтобы мы становились быстрее в экономике, чтобы наша экономика становилась эффективной, чтобы было больше, в конце концов, извините меня за мой английский, налогов, на которые мы строим больницы, дороги, чтобы жизнь наша была другая. И в этом смысле мы, как члены общества, как граждане, от нас зависит, как мы произведем наше следующее поколение, как мы будем изменяться сами, какими вырастут наши дети. Запомните, вопрос не касается родительства, вопрос касается, какие общества мы сумеем построить. Спасибо вам за ваше остроумие, за ваш юмор, за ваши мысли. За то, что были с нами. Фото на память. И до новых встреч, друзья. Спасибо. 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 У-у-у.